Евгений Киселёв Спасибо за представление, я приветствую вас, приветствую всех, кто с нами сегодня в канале, ну, может быть, я не заслужил там таких комплиментов, но буду стараться, стараться. Ой, ну ладно вам скромничать, вы один из самых популярных блогеров и в Украине, и в России, и на пространстве третьих стран, где сейчас живут сотни тысяч людей, уехавших из России, но продолжающих смотреть и слушать всё, что говорится о том, что в реальной жизни происходит в мире на русском языке. Ну, смотрите, всё чаще и чаще новости из России стали напоминать тоже фронтовые сводки. Мэр Москвы Собянин подтверждает сбитие или падение беспилотника в районе Карамышевской набережной, это, я напомню, центр Москвы. Беспилотники летают где-то над Курском, и их то ли сбивают, то ли они падают. В Брянскую область прорывается украинская разведывательно-диверсионная группа, пограничники ведут с ней бой. И вам не кажется, что вот это уже сейчас воспринимается как повседневная обыденная реальность? Война пришла в Россию. Да, да, это именно так. Но беда в том, что это, к сожалению, воспринимается как неизбежная реальность, последствия отголоски войны идущей. То есть, как должное. Я, наверное, так обобщались, слишком понятно, что в каких-то районах, какими-то людьми это воспринимается очень остро, очень болезненно. Но всё-таки такая реакция, это реакция меньшинства. А в большинстве своё, ну, как бы, так сказать, вот смирились, Евгений Алексеевич. Смирились, ну, типа вернулись в 93-е годы. В 93-е годы что у нас происходило? Взрывали друг друга, перестрелки, взрывы, пожары. Сведение счётов. Ну, типа тоже той же войны. Там её, правда, криминал вёл. Но, тем не менее, по эффекту, примерно, то, что там падение дронов, какие-то взрывы, какие-то пожары и так далее и тому подобное. Привыкно. Вы думаете, что вот эти вот взрывы и пожары, участившиеся, это просто какое-то совпадение? Не знаю, лето жаркое, жарким летом горючие материалы легче возгораются. Или всё-таки это с войной связано? Я думаю, что это связано с войной. Но, может быть, не напрямую, что там какие-то диверсии проводятся. А так как у государства нет никакой сейчас иной заботы, кроме обеспечения боевых действий, обеспечения, обеспечения, то до всего остального руки не доходят, внимание снизилось, ресурсы уменьшились. И поэтому всё потихонечку начинает гореть, рушиться, обваливаться, разрушаться и так далее и тому подобное. То есть инфраструктура изношена, персонал неквалифицирован, но много там факторов. И всё это выливается вот в эти бесконечные пожары, взрывы, наводнения и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что понятно, что это есть везде. Мы видим какие-то сильнейшие пожары на Гавайях. Город целый сгорел, 13 тысяч населения моментально. Да ещё неизвестное количество жертв. Мы видим там наводнения в Пекине, мы видим какие-то техногенные катастрофы. Там, здесь ещё где-то. Но в целом в России это приобретает характер техногенной катастрофы и прочее. Они приобретают характер эпидемии, ширящаяся эпидемия. И последствия, масштабы этих происшествий, они нарастают. Число и последствия. Ну, там же взрыв в Загорске. Взрыв в Загорске. Ну, в смысле, в последнем посаде бывший в Загорске. Загорский оптикомеханический завод. Вы же видели кадры. По утверждению там, петарды взрывались. Так что там 13 человек вообще неизвестно где. По всей вероятности сгорели в плане взрыва этих петард. Моментально. Огромные воронки, разворочено всё. Там десятки, сотни домов без стёкла стоят, без дверей. Ну, о чём мы говорим? Какие там петарды? Конечно, что-то там гробно. Говорят про петарды, значит, надо сразу ушки на макушке. И искать истинные причины произошедшего. Да, фейерверк удался, можно сказать, в оптикомеханическом заводе. А в Дагестане, например, как вы думаете? Это просто банальный пожар, взрыв на АЗС или диверсия? Ну, я думаю, что если мы говорим об украинской диверсии, Украина всё-таки не проводит диверсии против гражданских объектов, против жилого сектора. Почему там российские туристы спокойно едут на Крым, они понимают, что их трогать не будут, только если какая-то случайность. Понимаете, понимаете. Они могут говорить всё, что угодно, но понимают, что Украина не террорист. В отличие от путинского режима. Но, тем не менее, мне кажется, что вряд ли это была диверсия, потому что гражданский объект, заправка, автосервис, не тот калибр, не тот масштаб, не та номенклатура объекта. Если бы что-то там какая-то база взорвалась, или военный объект, или военный завод, тут ещё можно было думать и подозревать, и имеет право на такие удары, безусловно, украинская страна. Но выбор объектов, назначение объектов, заправка, автосервис, кажется, вызывает сомнение, что это могла быть какая-то диверсия. Либо это внутренние разборки. Могли быть и внутренние разборки с таким эффектом, драматическим, трагическим. Ну и, кроме того, ведь высказывают и такое предположение, что, как говорится, война – это то время, когда можно делать всё, что угодно людям нечистым на руку. Знаете, недостача на складе, её легче всего скрыть, устроив на складе пожар. За страховой кампанией вряд ли чего дождёшься. Я знаю, насколько всё это сложно. Будут изучать полгода, а потом скажут, что нет, это пожар по вашей вине. Но не в этом дело. Дело в том, что, конечно, могут быть под эти всё, и разборки, и отъёмы, и криминальные войны могут начаться. Они же всегда начинаются, когда ослабляется власть, когда возникают возможности и условия для проведения криминальной деятельности самыми преступными, отмороженными способами. Могла быть и криминальная разборка. Вот тут как раз выбор объектов очень очевиден. Автосервис, заправка, то, что даёт прибыль, то, что, так сказать, востребовано. Поэтому там пусть разбирается следствие, если оно вообще желает разбираться, если оно способно ещё разбираться. У нас квалификация следователей сейчас трудно написать заключение о том, что там чего не было, я имею в виду по политическим делам. А так-то у них, в общем, квалификация очень низкая сейчас. Деградация системы идёт очень серьёзная. Но мы знаем там от судей. Судей жалуются, какие дела им принадутся. Ну, не политические дела. Суд – это ужас какой-то. Там, как говорится, обрадачься, читая эти материалы. Поэтому, наверное, вот, может быть, криминальные разборки идут. Сейчас они обостряются, они сопровождаются взрывом, перестрелками, пожарами, поджогами, чем-то ещё. Одна из главных новостей, которые сегодня обсуждаются в средствах массовой информации, это репортаж американской телекомпании CNN о том, как в июле была осуществлена атака морскими дронами по Крымскому, по Керченскому мосту. Причём видео было предоставлено Службой безопасности Украины журналистам CNN. И на этом видео отчётливо видно, как морские дроны атакуют мост с разных сторон. И никакого огня по ним не ведётся. То есть один дрон со стороны Азовского моря, другой – дрон со стороны Чёрного моря. И это вызвало чрезвычайно широкие отклики. При этом глава СБУ Малюк говорит, что вот эти дроны являются исключительным изобретением его вверенной ему службы. Что скажешь? Нет, ну, я скажу, что, конечно, Украина давно тестирует вот эти дроны, так называемые, то есть беспилотные, неуправляемые снаряды и надводные, я не знаю, подводные есть или нет ещё, воздушные и так далее. Ну, это ожидаемо, и я в это верю, что действительно это новый тип оружия. Понятно, что он там не массового производства, но тем не менее он достаточно грозный, этот тип оружия, который способен нанести серьёзный удар по инфраструктуре врага. Мы это видели, когда дроны атаковали Севастопскую бухту, там просто издевались операторы этих дронов, например, направляли эти дроны на корабли, там прыгали, когда моряки в воду, они разворачивали и уходили на другую цель. То есть понятно, что ещё и поиздевались, как говорится. Вот, ну что, хорошо, что инженеры, технологи могут делать такое оружие. Ну, да, вот, кстати, Малюк, 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 добавляет, что и российский корабль, большой десантный корабль, Оленигорский горняк, я всё никак не могу успокоиться, извините, Геннадий Владимирович, это же надо морское боевое судно назвать вот так вот, Оленигорский горняк. Это вот история, знаете, как назовёшь корабль, так он и поплывёт. И танки, вот они были тоже атакованы этими же самыми дронами конструкции СБУ. Ну, да, они сейчас же, видите, делают их малозаметными. Вот эта технология Стелс применяется, насколько я понимаю, их трудно обнаружить радарами. Они имеют малые размеры, достаточно высокую скорость, очень маленькие, небольшие габариты, очень между волнами спокойно, так сказать, проходят. И представляют из себя достаточно грозное оружие. Безусловно. Я начал говорить, что монополия, как бы, так сказать, на Чёрное море, Черноморский флот больше не имеет, надо понимать. Что в любой момент эти корабли могут быть атакованы довольно грозным оружием, которое малозаметно, и очень трудно обнаруживается, очень трудно, так сказать, поражается. Особенно там в условиях видимости ограниченной и так далее. По идее, конечно, если там в дневное время их можно было поразить там скоростремленными пушками, пулеметами, но, видимо, там их нет. И, видимо, нет обнаружения радарного, чтобы вот эту цель обнаружить. Ну, во всяком случае, вот все подчеркивают то обстоятельство, что с шквальным встречным огнем охрана моста эти дроны не встретила. И полный неожиданность один из дронов двигался со стороны Азовского моря. Там, понимаете, конечно, огромный мост. Там везде же не поставишь на каждом метре скорострельные пушки и пулеметы бронебойные, какие-то снаряды с этим, с патронами, поражающими там, допустим, какую-то броню. Или там хотя бы какие-то... Ну, понятно, что, может, брони нет, но тем не менее. Все-таки там же не поставишь. Ну, надо понимать, сколько там длина этого. 15 километров, я не могу соврать. Очень большая, по-моему, длина у этого моста. Ну, в России большая. Ну, что ж, мне наберут-то там бойцов, пулеметов не хватит, а право? Ну, еще надо знать, куда стрелять ночью. Я бывал на ночных стрельбах. Когда я служил в армии, мы сдавали зачеты за все соединение по стрельбе. Вот так выпало, что наша там рота занималась стрельбой с утра до ночи. И я просто помню первое впечатление, когда мы первый раз выехали на ночные стрельбы. Когда тебя выбрасывают в поле, где ни черта ничего не видно, ты должен там за три секунды, когда подсвечивается вот эта мишень, прицелиться и ее поразить. Особенно первый раз, ты вообще ничего не понимаешь, что, так сказать, там. Очень все это стрельство. Поэтому там еще нужно людей обучить. Нужно поставить соответствующую технику. Нужно поставить прожекторной группы. Нужно радары. Нужно заранее повестить, где могут быть дроны, чтобы люди успели привезти в порядок оружия, в смысле боеготовность оружия и так далее. Это же целая система мероприятий. Не просто так поставить там бабушку с берданкой, она, так сказать, все вопросы решит на мосту. Да нет, но бабушку с берданкой не нужно ставить. Там же люди едут, снимают. Съемки бабушки с берданкой сразу выложат где-нибудь в сети. Конечно. Можно какие-то там сделать. Конечно, там можно сделать боевые вот эти гнезда какие-то с каким-то образом сектором обстрела. Где-то там конструкция под мостом. Не знаю. Гипотетически, конечно, наверное, это все можно сделать, но это же не сделано. И рассчитывать на то, что... Ну, наверное, там есть какие-то корабли охранения, наверное, у них есть какие-то радары, наверное, у них есть какие-то средства, когда там они могут куда-то передвигаться. Может быть, катера стражевые, быстроходные. По логике они должны быть. По логике должны быть быстроходные катера, которые идут на перехват цели. И уничтожать. Но я так полагаю, что и этого нет, и радарные группы. По идее, конечно, если бы были хорошие радарные группы, сверху-то можно этот дрон взять все равно. Потому что зона обнаружения, она расширяется. Чем выше поднимаешь радар, тем дальше зона, в которой он видит этот радар. Но вот, значит, что-то там не срабатывает, не умеет организовать, не могут. Не знаю почему. Ну, я просто могу высказать предположение, что ведь и политические, и пропагандистские соображения здесь смешиваются. Ну, как же. И в Москве, и в Крыму тамошние оккупационные власти говорят, что все нормально, ребята, приезжайте, отдыхайте, мы тут в полной безопасности. Люди поедут, а что же они увидят, что там дроны висят над мостом, корабли патрулируют, на каждом метре стоят охранники, тяжело вооруженные, с пулеметами. Позволить себе из этих соображений тоже они не могут. Ну, если бы они организовали защиту... Организовали защиту моста, да? Ну, организовали они защиту моста. Ну, да, там же еще и сверху прилететь может. Но от надводных дронов, наверное, еще можно быстроходными катерами и локаторами, радарами, которые там будут брать их. А вот как сверху еще? Сверху это намного сложнее. Там должны стоять спусковые установки. Ну, в общем, конечно, мост уязвим. По-честному. Уязвим не так. Я думаю, что мы это еще увидим и еще не раз в этом убедимся. Да, так что уповать на то, что мост уцелеет, ну, я думаю, что это не реалистичные прогнозы. Винальд Владимирович, вот в Украине сейчас очень много разговоров, очень много горячих споров и дискуссий в связи с высказываниями одной из руководительниц украинского правительства, вице-премьера Ирины Верещук, которая предупредила, что война будет еще долго, что она не закончится ни этой осенью, ни следующей весной. Что это надолго. А вы как думаете? Путина это устраивает. А вы как думаете, надолго ли эта война? А нельзя ее надолго? Простой-препростой вопрос. Нет, нельзя надолго. Нужно обеспечить Украине приоритет вооружения в технологиях и заканчивать войну, ну, минимум, вернее, максимум в начале 24-го года. Вне зависимости от мобилизации, немобилизации, нужно создать такое преимущество военно-техническое, чтобы ему невозможно было ничего противопоставить. Запад это может. Даже я бы сказал, не может, он должен. Потому что это не война Украина-Россия. Вот если кто считает, что это война Украины против России, это неправильно. Это война демократии против диктатуры, это война добра против зла. И проигрывать тут нельзя эту войну. И затягивать ее тоже нельзя, потому что Путин об этом только мечтает. О замораживании этого конфликта, о затягивании этого конфликта на многие годы. Несмотря на то, что у него тоже там подгорает по всем параметрам, но тем не менее, для него же это теперь дело жизни. У него другого-то больше ничего нет. Если Украина готова там строить мирную жизнь, восстанавливать города, выйти в Европу и так далее, то у Путина-то нет такой перспективы. Поэтому он будет воевать там до последнего, пока поморни не получит. Что извиняюсь за просторечие. Вот. Другого варианта нет. Поэтому, мне кажется, готовиться надо к худшему, надеяться на лучшее, делать то, что можно. Надо Запад шевелить. Нельзя просто обеспечить паритет и говорить, что давайте теперь вперед, ребята, завоевывайте, отвоевывайте свои территории. Нельзя так делать. Надо поставлять технику, надо поставлять оружие, надо поставлять оружие, превосходящее по своим характеристикам, российское. Другого варианта нет, потому что людской ресурс на стороне России, людские резервы. Украина нет таких резервов. Значит, нужно брать технику, технологии и так далее, и тому подобное. Другого варианта нет. И нельзя затягивать войну до бесконечности, потому что, ну, действительно, тут Путин прав, могут произойти в мире какие-то события, которые отвлекут внимание от Украины. А это вообще... Говорят, выборы в Америке могут затягивать ситуацию. Сильно не влияют. Я думаю, что выборы сильно не влияют. Влияет другое, что нужно постоянно поддерживать уровень эмоций, уровень восприятия войны, как варварство, как террор и так далее, и так далее. Это очень сложно делать, потому что люди устают. Даже эмоционально устают, выгорают. Вот поэтому затяжка войны, она сильная, затяжка войны, на мой взгляд, она стратегически недопустима. Да, понятно, что украинское руководство может действительно готовиться к худшему и настраивать народ на тяжелую, изнурительную, серьезную борьбу. Я, наверное, в этом смысле правы. Но если мы говорим вообще в целом о задачах всего мирового прогрессивного сообщества, то эта задача непростая, дать Украине победить как можно быстрее и эффективнее. Нет, секундочку, Геннадий Владимирович, давайте разберемся. Ну вот смотрите, то и дело появляется информация, появляются газетные статьи, сообщения, комментарии о том, что американцы тянут время. Что якобы президент США Байден поглядывает туда вот в 24-й год, косит глазом и беспокоится. А вдруг вот к тому моменту, когда натупят решающие предвыборные сражения 24-го года, ему могут предъявить обвинение в том, что вот поставил все на войну Украины против России, на поддержку Украины и ничего, мол, толкового из этого не получилось. Риски, мол, лучше подождать до окончания предвыборной кампании, а там, если удастся победить Трампа или кто там будет кандидатом от республиканцев, там уже руки будут развязаны окончательно. При этом, что Путин тоже ждет 24-го года, смотрит, а кто станет президентом, а вдруг Трамп вернется, глядишь, с Трампом легче будет торговаться. Ну, на самом деле, ведь в Америке нет такой сильной разницы между республиканцами и демократами в вопросе украинской войны. Нет. То есть там есть межпартийный так называемый консенсус, и он работает. Есть Конгресс, есть Сенат, есть другие американские институты власти, которые, в общем-то, обеспечивают ее преемственность и последовательность. Тут нет никакого большого такого серьезного риска. Придет Трамп, не придет. Я думаю, что он не придет. А вот, наоборот, там говорят сейчас, чем если будет Трамп от республиканцев, для Байдена это, в общем-то, неплохо. Вот, якобы так утверждают. Я не очень глубоко знаю там внутреполитической ситуации в США, но тем не менее. Поэтому ситуация, она не будет сильно меняться в Америке даже и до выборов, и после выборов. То есть вот этот консенсус американского общества, он существует. То, что нужно проводить работу разъяснительную, объяснять, что это действительно война между диктатурами и демократиями, между авторитарными режимами, и теми, которые, опять, строят демократическую планету, я бы так сказал, вот это вот очень важно. Не должно быть восприятия, что это война Украины. Не должно такого быть восприятия. И это надо очень четко, тщательно объяснять всем западным сообществам, всем гражданам, тех стран, которые являются частью коалиции, поддерживающей Украину. Другого варианта нет. Поэтому я не думаю, что там сильно выборный процесс сдерживает американскую помощь. Какие другие есть причины. Конечно, надо передавать самолеты, конечно, надо передавать технику, конечно, надо давать соответствующие ракеты для разрушения инфраструктуры, потому что сегодня удары наносятся с длительностью больших расстояний. Там нет такого, как это было в Первой мировой и даже во Второй мировой войне. Все-таки там они непосредственно на поле боя наносились ударами той же авиации. Там и артиллерия была не такая дальнобойная. Сейчас все решается с большого расстояния. Если нет возможности на большом расстоянии противодействовать противнику, то он продолжает наносить удары. Вот это вот надо понимать и это надо делать, лишать Россию таких преимуществ военных, какие у них пока еще, какие у Путинской армии пока еще есть. Ну, это работа. Это работает борьба. На Западе всякие мнения есть и мы видим и очень совершенно опасные эти мнения высказываются. Поэтому это идет борьба, война за общественные мнения, за позицию политического эстеблишмента, за программу помощи и так далее и тому подобное. Это все мы боремся с общим врагом и этот общий враг тоже защищает всеми возможными способами, в том числе и экспортом коррупцией и многими другими способами. Американское общество в целом настроено на помощь Украине. Я не думаю, что там итоги выборов как-то повлияют на эту позицию. Американский эстеблишмент зависит от своих избирателей. Это главный у них, так сказать, начальник, если так можно выразиться. Поэтому межпартийный консенс, который существует, я не думаю, что он как-то изменит картину после выборов в отношении Украины в Соединенных Штатах Америки. Это первое. Второе, мне кажется, что сейчас очень важно продолжать формировать понимание политических экстеблишментов Запада, что это не является войной Украины против России. Это не война Украины против России. Это война добра против зла. Это война прогрессивной коалиции, демократии против диктатуры авторитарных режимов. Проигрыш этой войны пронесет чудовищные последствия, которые не будут измеряться никакими деньгами и, может быть, сотнями миллионов жизней. Это, так сказать, невозможно посчитать никаких триллионов долларов. Поэтому, мне кажется, что ничего там сильно не изменится. И позиция такая, что побеждать надо, нельзя проигрывать. Проигрывать эту войну нельзя. Мировая цивилизация не имеет права проиграть эту войну. Потому что, если агрессор, если террорист одержит победу над всем миром, это полный хаос и дезорганизация всего мирового порядка. Вот это очень важная мысль, она должна присутствовать сейчас везде и во всех странах. Не имеем права проигрывать эту войну. Иначе все, цивилизации конец. Гонки ядерных вооружений, расширение клуба ядерных стран, невероятное применение в конечном итоге этого ядерного оружия и всего остального для решения всех задач территориальных и прочих споров. Все это кончится очень печально. Это совершенно точно надо понимать. Поэтому цена победы Украины она чрезвычайно высока для всего мира. И нельзя проигрывать эту войну. Поэтому вот эти все выскаженные там, а вот давайте мы там поменяем часть территории, отдадим путь на территорию Украины в обмен на членство Украины в НАТО. Это разговор людей, которые, к сожалению, будем надеяться на лучшее, совершенно не понимают, что происходит в мире. Совершенно не понимают. Это говорят чудовищные вещи, которые по сути дела разрушают всю концепцию этой войны. Подождите, это же говорит целый глава канцелярии генерального секретаря НАТО Йенсен. Да, там уже опровергли, дезавуировали его высказывания, но, простите, ради Бога, он что, с Будуна, что ли, такое сказал? Он не с Будуна, это говорит о том уровне понимания характера войны, происходящих событий, многими, Евгений Алексеевич, многими должностными лицами западных стран. Я с этим сталкивался не раз. Тогда так смотришь и думаешь, ребята, вы вот точно смотрите телевизор, читаете газеты, у вас есть интернет, может вы живете на другой планете, может у вас какая-то совершенно другая страна, в которой название мы еще не знаем на карте, не понимаем, где она находится. Я там понимаю, что, конечно, когда путинская агентура работает, но тут понятно, тут агентура. А когда люди совершенно искренне, как бы, как сочетаются, в Украине, вот такое вот заявляют, ну, это, конечно, поражает и глубину души, вот уровень компетентности, уровень понимания, наверно, человек очень компетентный в военных вопросах. Но не понимать банальных вещей, которые, причин этой войны, последствия этой войны, последствия поощрения агрессора, ну, невозможно этого не понимать, будете умным человеком. Ну, хорошо, вот вам, наверное, приходилось сталкиваться, во всяком случае, мне приходилось сталкиваться, и вам, я думаю, тоже приходилось сталкиваться с позицией тех же самых западных политиков по поводу того, что происходит внутри России. Вот, я не знаю ваша точка зрения, как вы на это смотрите, потому что меня, например, поражает, когда западные политики, дипломаты, чиновники, депутаты Европарламента и так далее, сразу, знаете, напрягаются, когда речь заходит о возможных вооруженных формах борьбы с действующим режимом, говорят, нет, нет, вот только не это, только не использование силы, только не попытки вооруженного восстания. Это при том, что в конституциях многих стран записано право народа на восстание против тирании. Как вы думаете? Ну, это есть даже и в нашей среде, в среде российской оппозиции, чего же там говорить. Российская оппозиция, как это шутят некоторые наши остряки, измеряется к палитре взглядов от Пономарева-Льва до Пономарева-Ильи в этом диапазоне. И, конечно, понимаете, я все время спорю, когда говорю, ребята, все замечательно, говорите, Россия, там, будущего, там, демократическое преобразование и прочее, прочее. Скажите мне, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, на простой вопрос, а как вы намерены отстранить будет нас власть? Вот скажите, как? Ну, это вот как-то, вот там должно само к себе произойти, мы проснули, всего нет. Но это вот наивность, святая наивность. Я понимаю, чего боится Запад. Запад боится террора. Применение террористических методов для борьбы с путинским режимом. Этого они боятся. Но, безусловно, режим в России будет сменен силой. Если Путин не умрет, естественно, Путин на физиологическом. Он будет сменен силой. Сила это будет какая-то внутренняя переворота, внутриэлитная переворота, к чему я призываю, и делаю на нем ставку. Для этого надо серьезно работать, а пока работы-то нет. Или будет это восстание, революция, это будет какие-то, не знаю, все равно силой. Ну, твитами его не прогонят, призывами не прогонят. Поэтому совершенно очевидно, что Путина без, власть в России не силовым путем уже меняться не сможет. Это все равно будет какая-то сила. Это будет внутрелитный переворот. Это будет какой-то заговор. Или это будет восстание, это будет мятеж. Это будет что-то, что сметет Путина. Другого варианта нет. Твитами его не прогонишь, белыми ленточками не испугаешь. Все эти петиции, многомиллионы, они не имеют никакого значения. Мы понимаем, что они наплевали на все правила, на все нормы. и понятность, что это будет силовой вариант. Вопрос, в чем Запад боится террора. Террор, я уже сказал. Ну, террор нельзя использовать. Террор – это преступление безадресное. Да, они совершаются в отношении определенного круга лиц и затрагивают зачастую невиновных людей. Но то, что силовой вариант должен будет быть сейчас в повестке дня, ну, вне всякого сомнения. Ну, вне всякого сомнения. Все эти разговоры в пользу бедных. Потому что, если люди не могут ответить на вопрос, как вы прогоните Путин из Кремля, разговор с ними надо заканчивать. Все вот эти прожектеры, мечтатели и так далее и тому подобное, они, конечно, хороши, но не в этой ситуации, когда идет война, когда гибнут люди и когда озверевший режим готов убивать всех, лишь бы самому выжить и сохранить свое господство. Совершенно понятно, что тут просто вопрос в выборе средств, вопрос формирования общего плана по России, вопрос в депутинизации, каким образом, как больше, как быстрее и эффективнее это в депутинизации осуществить. Но Запад об этом тоже не думает. Я об этом говорю в каждом эфире. Нет никакого плана западной коалиции в отношении России. Я вот сейчас вот буду проводить в Париже, мы решили провести первое свидание клуба, здесь такого, нашего политического, все-таки поставить вопрос, Путин может быть участником мирного процесса или не может. Он является возможным контрагентом западной коалиции или не является. Так как мы будем делать в Париже во Франции, нам будет очень интересно знать мнение французского общества, французских политиков, французских должностных лиц. Вот просто это знать, понимать. Потому что когда я задал вопрос на помощь, мы же с вами вместе вы в Брюсселе. Да, да. В начале июля. Да. И я задал вопрос очень простой депутатам Европарламента. Была такая возможность. Вы рассматриваете Путина контрагентом по будущим мирным переговорам и договорам? И когда там вперва в одной фракции очень уважаемой была жесткая, что нет никаким образом, а потом, когда мы задаем этот вопрос на конференции, нам говорят, что мы реалисты будем действовать соответственно со сложившимися, со складывающимися в будущем реальными обстоятельствами. Ну вот у меня тоже возникает вопрос. А как вы захотите с террористом, с человеком в разведении международным уголовным судом за конкретные преступления сидеть за одним столом и вести переговоры? Возможно ли это или невозможно? Вот мне очень интересный ответ на этот вопрос. Запада нет плана по Путину по депорминизации. Это очень большой изъян нынешней текущей ситуации. Огромнейший изъян. Еще один вопрос позвольте. Вот если все-таки Путин будет вести войну на истощение, продолжать вести войну на истощение, пытаться затянуть боевые действия как можно дольше, ему же наверное не миновать новой мобилизации. Как вы думаете, вот если Путин вынужден будет пойти на новую мобилизацию, это может спровоцировать бунты, восстания, протесты? может. Они этого боятся. Они, конечно, готовятся к этому. Они думают, что там ситуация такая, что люди вдруг почувствуют, что угроза стране, начнут там действительно думать о том, что нужно Родину защищать. Они к этому готовятся, но они сейчас понимают, что это очень негативная ситуация, что она серьезно подрывает доверие к режиму, отношение к нему, что в конечном итоге, если принудительно вооружить людей, неизвестно, куда они пойдут в конечном итоге, что они сделают. Они пока этого избегают, они пока поставили себе план на вербование достаточное число людей за деньги. Идет оголтелая пропаганда, если ты не мужик, если ты не идешь по контракту, вот тебе контракт, вот тебе 600-500 тысяч подъемных, 600 тысяч подъемных, вот тебе 300 тысяч еще зарплата первая, иди и воюй. Пока им удается вроде бы как, говорит вопрос, разрешает за счет денег. Но когда деньги Путина кончатся, конечно, они будут проводить принудительную мобилизацию. Это на будущее. Поэтому Путин, конечно, с одной стороны, он заинтересован в продлении войны, но замораживание конфликтов, не активных боевых действий, когда там тысячами гибнут на фронте в день, а какими-то там меньшими жертвами. Но он готов к затягиванию поясов, он готов к полной милитаризации страны, превращению ее в зеверной кореи, он готов. Позволит ли ему завтра, это другой вопрос. Я надеюсь, что нет. Но в принципе, он к этому готов. И он даже создает сейчас дом. Он же формалист. Путин формалист. В чем всякие вот эти идиотские законы в России существуют. Ему бумажка важнее, чем смысл. Вот он эти бумажки уже подготовил на случай мобилизации, на случай упоминания, и там посадки, и все. Это он уже подготовил. На всякий случай, чтобы это было. Ну что ж, Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор, за ваши комментарии. Я напомню, Геннадий Гудков, один из лидеров российской политэмиграции, был у нас гостем на канале, который носит мое имя и фамилию Евгений Киселев. Пожалуйста, поддержите лайками, вопросами, комментариями, ну и подпиской, разумеется. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok